Приветствую, друзья! Примерно год тому назад мы с вами рассмотрели, пожалуй, один из лучших в своей категории стационарных ЦАПов, это Burson Playmate. Модель разошлась, но очень приличным тиражом и производитель решил закрепить успех, выпустив обновленную версию этого устройства. Из неоспоримых достоинств здесь стоит отметить USB-чип XMOS, выделенный ЦАП ESS и ES9038Q2M, и, конечно же, усилитель на наушники в классе А с выходной мощностью до 2,5 Вт на 32 Ома нагрузки. Device сильно преобразился, так что есть о чем поговорить. Собственно, поехали. Приходит ЦАП в небольшой по габаритам картонной коробке, со схематично изображенным устройством и довольно абстрактным списком его возможностей. Лично меня тут удивило упоминание Bluetooth 5-й версии с поддержкой APTX HD кодека. Ничего такого, насколько мне известно, аппарат не поддерживает. В комплект нам положили бумаги с проверкой качества адаптера питания на 24 Вольта 2,5 А, уголок, отвертку для смены операционных усилителей, разветвитель гарнитурного блока отдельно на наушники и микрофон, и просто возмутительно короткий Type-C кабель для подключения ЦАПа к компьютеру. Опционально можно еще докупить небольшой, но очень удобный пульт дистанционного управления и два набора сменных операционных усилителей V6 Vivid. Одна пара которых одноканальная, а вторая двуканальная. Именно такая связка используется в этой новой версии устройства. Мне же удалось попробовать Playmate 2 вообще со всеми видами операционных усилителей от данного производителя, о чем мы обязательно поговорим в разделе звучания. Корпус устройства полностью выполнен из металла и представляет из себя эдакую радиаторную решетку. Благодаря усилению в классе А аппарат ощутимо так греется, так что подобный подход более чем уместен. Снизу имеем четыре резиновые ножки для лучшей фиксации с поверхностью стола. Входов здесь не то чтобы прям густо, только Type-C и оптический толстлинг. Из выходов классический уже RCA для подключения акустики, 6-35 мм для наушников и что уж совсем удивительно. Гарнитурный 3,5 мм. Сюда можно подключить, например, игровые наушники с микрофоном. Да, сомнительный ход, однако именно данная функция переводит Playmate из разряда ЦАПа в полноценные звуковые карты. Если нужен микрофон, пожалуйста. Да и само название как бы намекает на нечто игровое. Спереди, помимо указанных выходов входов, имеется кнопка включения с индикаторным светодиодом, монохромный дисплей, многофункциональный регулятор уровня сигнала, IQ-порт и еще одна кнопочка выхода в системное меню. Кнопки дают тугой четкий клик, большего от них и не требуется, а регулятор крутится с тактильно приятными щелчками. В случае перехода в меню вращение регулятора переключает параметры, а его нажатие позволяет принять внесенные изменения. Яркость экрана, к сожалению, никак не регулируется, зато светит он не синим, а приятно белым тоном. На основном экране мы видим текущий уровень громкости, активный вход и выход, а также качество текущего аудиопотока. У меня это, например, PCM 44 кГц. Сама же модель поддерживает разрешение до 32 бит 768 кГц и DSD 512. На оптике, естественно, параметры будут чуть ниже. В меню выбираем ход-выход, уровень предусилителя, один из восьми предустановленных в ЦАП фильтров, настройки фазы для DSD и PCM сигнала, какую-то коррекцию для кассетных плееров и сброс всех настроек на значение по умолчанию. Как видите, здесь только самые важные параметры, никакой эзотерики и экспериментов. Для разбора устройства необходимо выкрутить по два верхних винта с каждой из сторон и ослабить с одной из сторон два нижних. После чего верхняя часть решетки легко отходит в бок, внутри все как и обещано. XMOS на USB, добротный ЦАП ESS ES9038Q2M и четыре операционных усилителя, установленных в кроватках. Те, что по краям двухканальные, и два одноканальных внутри. Обратите внимание, что левая и правая части имеют разную полярность, поэтому меняйте операционники очень внимательно. А делать это вам все равно придется. Из придирок могу лишь отметить отсутствие тумблера на корпусе питания для того, чтобы его включать и отключать, из-за чего нет возможности быстро обесточить устройство, чтобы легко переустановить операционные усилители. Сборка, конечно же, осуществляется в обратном порядке. По размеру ЦАП довольно крупный, в мою стойку он не сел от слова совсем, таскать его с собой тоже будет далеко не просто, все-таки 3 кг. Так что это типичный представитель стационарного устройства. Пользоваться им крайне просто. Входы заводим USB или оптику, сзади подключаем усилитель или активные мониторы, а спереди свои любимые проводные наушники. Тут имеется маленькая, но очень важная ремарка. Burson Playmate 2 разработан именно для тугих наушников. Оттого все мои внутриканалки начинают орать уже на 8 пунктах из 99, а комфортно их слушать можно максимум на 4. И это с условием нижнего уровня предусилителя. При этом в наушниках еще и присутствует постоянный фон. То есть для каких-то чувствительных полноразмеров, вкладышей или внутриканалов покупать героя обзора нет вообще никакого смысла. Это просто неудобно, так как громкость регулируется всего на 2-3 щелчка. А вот для своих плануаров или 300-600 омных мониторов мощности будет в самый раз. Под Windows 10 ЦАП определяется автоматически, но лучше с официального сайта установить фирменные драйверы от XMOS. В этом случае появляется поддержка старых версий операционных систем и конечно же желанный многим музыкантам ASIO интерфейс со всеми разблокированными настройками. Обычный же трудовой народ вполне может удовлетвориться эксклюзивными режимами WASAPI. В качестве звучания при этом практически никакой разницы. Оба варианта прекрасны. К тому же производитель намекает нам на возможности подключения ЦАПа к смартфону через OTG соединения. Только получалось это у меня почему-то где-то раза с пятого. В настройках Windows при этом мы имеем максимальное разрешение до 32 бит 384 кГц, а со смартфона полноценный 768 кГц и нативную поддержку DSD. Результаты измерений лично у меня никакого особого восторга не вызвали. Я делал порядка 6 подходов, по 4 замера в каждом и все равно цифры получались на уровне бюджетного FX-Audio D01 и куда проще обновленного FX-Audio DAC-M1. Не могу даже представить с чем бы это могло быть связано. Допустимая неравномерность АЧХ в принципе в пределах нормы. Отличный уровень шума и динамический диапазон, но гармонические искажения почти достигают уровня минус 90 дБ. Ничего плохого в том конечно же нет, но от Борсон я ожидал чего-то большего. А вот интермодуляционные искажения находятся, как видим, ниже уровня минус 100 дБ. Общая оценка очень хорошо. Измерения проводились с выхода для наушников, на фирменных операционных усилителях V5i и 30-омные нагрузки. Вот реально один в один получилось как у ЦАПа FX-Audio D01 за 150 баксов. Если же говорить о звучании модели, то все эти FX-Audio остаются далеко позади. Но давайте сначала разберемся с рекомендованным производителем тюнингом при помощи операционных усилителей. Если использовать ЦАП как он и есть, то есть на NE5532 и NE5534, то общая подача получает уклон в жесткость, техничность и подчеркивание всяких мелких нюансов. Но на мой вкус у звучания отсутствуют объемы пространство. Как-то все чересчур уж плоско и примитивно. В стоке его звук, друзья, мне совершенно не понравился. Далее установил красный V6V, после чего уровень вырос, но практически на порядок. Появилась глубина, объем, при этом сохраняя ту самую ясность и контроль. Я бы выразил этот характер как просто идеальную в плане реалистичности точность в совокупности с богатством тонального насыщения. При этом все в меру резко, сухо и драйвово. То есть соблюден правильный баланс. Желтые V6C, наоборот, накинули на звучание в аль музыкальности, сильно скрыв всякие нюансы исполнения. С ними почти все мои наушники, за исключением модели Яндин, играли откровенно плохо. Очень низкая совместимость. Теперь понятно, почему производитель не предлагает их в комплект. Смесь между красными и желтыми усилителями чуть улучшали картинку, но все равно было как-то мутно и неинтересно. Закончилось все тем, что я начал подставлять и переставлять местами V6V и V5i. Первые давали высокий уровень проработки тембров, вторые же чуть сглаживали звучание, привнося дополнительные оттенки музыкальности. На этом я и остановился. Два комплекта из V5i дали вот именно тот звук, который я лично люблю. С хорошей прорисовкой деталей, при этом прекрасной выразительностью и передачей эмоций. В плане наушников CanE, V6V и V5i практически все модели подошли превосходно. Ну, со скидкой на тюнинг. Удивило, что Яндин, Canon и Aladin прекрасно звучали вообще в любых конфигурациях данного ЦАПа. Мне вот прям зашла связка с V5i. Обязательно ее попробуйте. В любом случае звучание получается просто кристально прозрачным, объемным, проработанным и очень эмоциональным. Это тот самый серьезный взрослый звук, о котором так часто говорят аудиофилы, с красотой и натуральностью передачи материала. Настолько здорово мало что играет, несмотря на схожие или даже превосходящие герои обзора измерения. ЦАПы от FX Audio, SMSL, Topping и XDo просто на порядок проще. Да, они детальнее, но звучат как-то сухо и линейно, без мяса, сока и трехмерности текстур. После Playmate 2 в этой же ценовой категории думаю, ну мало что сможет удивить. Тут все инструменты как на ладони. Сцена просто идеальна в ширину и в глубину. Вот такая вот как она и должна быть. Вокал имеет превосходную артикуляцию, а струны уходят далеко в сторону высоких частот. Стилистически тут тоже ограничений я не вижу. Единственное, какие-то слишком уж детальные наушники в совокупности с детальным же ЦАПом могут дать перебор, поэтому подбирайте что-то с легкой аналоговой мягкостью и мелодичностью. Вот тогда отдача от связки будет ну просто зашкаливать. Все вышеприведенное здесь касалось тех самых Canon, о которых я уже успел несколько раз упомянуть. А, например, с Fio FH7 было как-то уж слишком ярко и легковесно, хотя по качеству всяких перкуссионных хвостов можно было реально заслушаться. Aladin делают звук более массивным и мониторным. Примерно такой же эффект, только куда мягче и музыкальнее дали GS Audio SD3. С ними звучание стало поистине залипательным, не оторваться. Тонны King Flame 41 выравнивают этот баланс в сторону точности, но сохраняют приятную слуху мелодичность. Было еще множество других моделей наушников, однако суммарно хочется выразить лишь одну эмоцию. Превосходно. Мне как любителю максимальной реалистичности очень понравилось. Если же вы фанат какой-нибудь детальной, сухой, вдобавок еще и легковесной подачи, то вам однозначно лучше смотреть в другую сторону. Здесь вот прям ощущаешь инструмент перед собой, без попытки натянуть сову на глобус или вывернуть все как-то деталями внаружу. На мониторах звук мало чем отличается и сильно зависит от вашего усилительного тракта и качества оконечных динамиков. Хотя, в любом случае, Playmate 2 постарается наделить их правильной такой массой и вытянуть всю возможную детализацию и скорость. Поэтому желательно иметь не студийные какие-то мониторы, а именно меломанскую акустику. Дополнить здесь особо нечего. ЦАП звучит отлично, причем равномерно хорошо по всему диапазону. В этой ценовой категории лично я не знаю ни единого достойного конкурента, кто был бы столь же выразителен и при этом педантично точен. Да, все это касается устройства с установленными в него далеко не дешевыми операционными усилителями, но на то они тут и предусмотрены. Вот ведь правда? Подводя итоги, у стационарного ЦАПа Burstland Playmate 2 есть как свои достоинства, так и недостатки. К последним отнесем невозможность использования ЦАПа с какими-нибудь низкоомными наушниками. Еще и постоянный фон сильно бьет по ушам. Измерения, на удивление, довольно-таки средние. Без эксцессов, однако, лично я ожидал намного лучшего. Ну и сделано все просто, без балансных выходов, AES-ходов, Bluetooth AptX HD и прочих радостей современного мира. С другой стороны, все у ЦАПа на своих местах. Мощный усилитель на наушнике в классе А, все необходимые настройки и опционально пульт, если вдруг он вам сильно нужен. Ну а если душа требует экспериментов, то запасайтесь операционниками и вперед к созданию своего уникального характера звучания. В общем, мне все понравилось. На V6V и V5i музыка, ну, буквально, ласкает уши, разворачивая просто невероятные по своей реалистичности картины. Со скидкой на акустику, естественно. В общем, реально круто, но, увы, не для меня. Под внутриканалки Playmate 2 просто-напросто не заточен, а очень жаль. Любителям же тугих полноразмеров самое время присмотреться, тем более, что потрогать ЦАП можно уже сейчас у официального представителя бренда в России. Слушайте и пишите в комментарии свои собственные эмоции и ощущения данного аппарата. Может, то еще что подобное встречал за сравнительную цену. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под роликом. Это был Burson Playmate 2. Всем пока.